МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что нам нужно, не воевать, нам нужно оставить здесь горку. Жительница дома на улице Фрунзе-Всходне Ольга Антипина вместе с соседями пытаются отстоять деревянную горку. В конце прошлого года девушка купила сооружение на собственные деньги и передала в дар комбинату по благоустройству. Сейчас горка – место притяжения детвора и родителей. Весь день здесь не смолкает детский смех. Впрочем, нашлись и те, кому эта горка помешала. Неизвестные обратились в областные надзорные органы, чтобы проверить объект. Проверка показала – горка – аттракцион. А значит, должна быть зарегистрирована и обслуживаться. Также должны быть установлены правила посещения горки. На протяжении этого времени происходило много неприятностей. Горку пытались много раз закрыть. Последнее предписание у технодзора повесили на горку, что горка больше двух метров, поэтому не должна эксплуатироваться в простом подмосковном дворе. Но наша горочка ровно два метра. Мы не согласны с решением технодзора. И вы сами видите радость детей. Мы не можем лишить их этой радости. Горка стала местом притяжения. Собираются родители, объединяются семьи. Дети наматывают километры. Горка сплотила десятки местных жителей, которые выступили против разбора или переноса горки в парк. Они настаивают, чтобы сооружение осталось в их дворе. До десяти часов детишки визжат, прыгают, скачут. И никому никто не мешает. И вообще это жизнь. Это очень хорошо, когда дети во дворе смеются и веселятся. А не когда пьяные ходят и орут по дворам. Вот этого никого не поможет. Но здесь вот слава богу, что дети действительно кричат, визжат, пищат. Что это жизнь, да, что жизнь продолжается. Не гадаются сборки, чем они там сидят в планшете уткнулись, как в телефоне сейчас. Абсолютно согласны. После чего гуляют. Это же детство. Еще у нас, наверное, самый хороший двор на скотне. С позиции жителей солидарны и в администрации города. На текущий момент стоит задача определить статус сооружения. Но в любом случае горку надо оставить. Говорит советник главы химок Сергей Малиновский. Для начала мы сейчас путем привлечения специализированной организации определим все-таки, является ли эта горка аттракционом, либо это является малоархитектурной формой. По результатам уже будет принято соответствующее решение. Если это будет установлено, что это малоархитектурная форма, соответственно, она не подлежит регистрации и может использоваться детьми и их родителями для отдыха непосредственно в тех целях, для которых это предназначено. Если будет установлено, что данная конструкция, необходимо регистрировать ее, подлежит регистрации, то все необходимые мероприятия администрации будут проведены. В этой части организовано, соответственно, и правовое обслуживание данного сооружения и непосредственно обслуживание здесь на месте, поэтому горка у жителей в любом случае останется. ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА Там дети облюбовали несанкционированную горку, съезд которой был расположен рядом с проезжей частью. Власти пошли навстречу, организовали снежный вал, который препятствует вылету людей на трассу. ПОДОБНАЯ ПРОБНАЯ 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 ПРОБНАЯ